Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение игры под названием Postal 2. Обстановка в этом мире накаляется, и уже просто так свободно пройти по улице практически невозможно. Обязательно кто-нибудь на меня нападет, будь то редники, мясники, противники книг, противники игр, и также почтовые работники даже хотят меня убить. За что? Я ведь всем желал лишь добра. И пытался без убийств пройти эту игру. Не знаю, кстати, возможно ли пройти игру без убийств, но скорее всего нет. Все-таки боссы есть в этой игре, и их обязательно, по-моему, нужно одареть, просто так не убежать. Так, ну что ж, мы сейчас с вами перемещаемся потихонечку на свалку для того, чтобы найти там генератор, который нам нужен, в скобочках не нужен, для нашего автомобиля. Так, ну, наверное, это отдельная локация, да? Да, и будет прогрузка очередная. Каждые две минуты здесь загрузки уровней. Так, ну что ж, мы на свалке. Мне кажется, эту машину можно свалить на человека, который расположен чуть ниже. Так, ладно, давайте подойдем аккуратненько. Это женщина, кстати. Как-то она уж очень подозрительно стоит здесь. Так, здесь, похоже, что-то можно даже приобрести. Возможно, мы можем купить генератор. Извини, кисы, я хотел перепрыгнуть тебе. Ладно, ничего страшного, я тобой воспользуюсь. Я, кстати, не кидал в людей кошкой еще. Так, это у нас что такое? Снова игрушки на свалке. Их тоже можно найти. Они нам не понадобятся сейчас. Мадам, мне кажется, по всем законам вам нужно отсюда отойти. Взглянуть ее невозможно. У меня есть предчувствие, что случится что-то непоправимое. Произойдет какой-то несчастный случай. У меня есть экстрасенсорная способность. Вы бы доверились мне? Посмотрите, как губа у нее дергается. У нее тоже нервные тики всякие. Так, ладно, давайте пообщаемся с этим молодым человеком. Привет, эй, чика, мне нужен генератор на Дайфуку 87-го года. Это будет 500 баксов. 500 баксов за генератор на свалке? Да ты шутишь, толстяк. Пошел ты нахер. Я сам найду генератор бесплатно абсолютно. Так, ну если я пройду, мне кажется, они сразу на меня нападут. Давайте найдем способ обхода, чтобы проникнуть незаметным. Так, вот сюда вот залезаем. Мне кажется, я здесь застрянут навеки вечером. О, кстати, во-первых, кактус меня кормил, во-вторых, здесь, оказывается, броня висела. Я даже ее и не заметил. Так, пока что все нормально. Мы можем запрыгнуть на стульчик, смотрите. Запрыгнуть потом вот сюда вот. Так, мать, я куда-то провалился. Так, паркурчик в деле. Почти получилось. Запрыгиваем на забор, перепрыгиваем через самолет, и нас даже никто не заметит. Как вам такой замысел? Стулью, кстати, можно раскидать. Вот теперь я точно не запрыгну. Хотя, может, вот так вот, да, нормально. Эть! Так, ну почти. Я держался, но... К сожалению. Так, во, хорошо. Теперь у нас самолет. Никто же не заметил? И прорываемся дальше. По стелсу. Давайте на всякий случай все-таки вооружимся. Друговиком, например. По-моему, без пальма получилось. А может, он и не агрится. Я хрен знаю. Так, ну что ж, мы на территории. Давайте искать самостоятельно этот генератор. Так, тут у нас псы. А, я начинаю вспоминать этот уровень. Да, вообще, все должны на меня охотиться. И выпускать псов. Здесь должны были. Но у меня есть кошечка. Так что я, возможно, смогу как-то избавиться. О, кувалда, смотрите. Возможно, как-то я смогу избавиться от псов. Можно вот сюда вот запрыгнуть. Наверное. Так, это и был генератор. Я его сначала даже не заметил. Так, и сейчас, дайте угадаю, выпустят собак. Да, выпускают собак. Одна, кстати, застряла. Так, а мы делаем. Вот так. Твою мать. Не особо получилось. Блин, похоже, здесь невидимая стена. Мне кажется, я не могу вообще никак. Да, запрыгнуть нельзя туда. Твою мать. Так, ну что ж. Придется выпустить кота. А где он? Генератор переменного тока. Для бутафорской машины. А где кот? Кошачья мята есть. Ладно, воспользуемся кормом для собак. Я забыл, какая клавиша. Кушайте, кушайте, собачки. Для вас ничего не жалко. Вот еще вам газетка. Так, ну что ж, посмотрим, дружелюбные они сейчас или нет. Они пончик, по-моему, сожрали, который я выкинул. Главное, я подарок не выкинул, и это хорошо. Смотрите, один песик свалил, а потом с ним прибежал. Мне кажется, они уже дружелюбные, но на всякий случай мы засэвимся и продолжим движение. Все, мы друзья. Как просто поладить с хорошими псами. Так, ну и теперь, помимо псов, по-моему, здесь все-таки будет еще кто-то. Может быть, еще дополнительные псы? Они за мной вообще идут? Не похоже. Да, вот здесь еще псы. Ну вот, от них придется избавляться. Давайте, моя команда, моя стая, помогайте. По-моему, здесь из моей стаи никого. Я думал, собаки между собой сцепились. Но не похоже. Можно их, кстати, сжечь. Но я не буду этого делать. По-моему, одна собачка просто утонула в бензине. Бедные песики. О, киса! Ты от меня сбежала? Почему я не смог ее схватить? Блин, опять странные собаки. Они, кстати, за котом не бегут. Такое ощущение, что кто-то вяжет. Или это металл режут. Ё-моё. Вот это ты меня подбросила. Собачка. Тихо-тихо. Так, 77 хп, 130-120 брони. И я по-прежнему пытаюсь выйти из очередного лабиринта. Так, и здесь у нас аптечки. Корм, кстати. Сердцебиение у меня более-менее нормальное. Так, здесь прорваться мы не сможем. Сколько у нас там? Пять косточек. Окей, можно будет сбрасывать, пооткармливать каких-то собак. Они, наверное, здесь без... Да нет, не дробовик! Он взял дробовик! Нет, косточку. Я хотел косточку дать. Я ему доведу. Все, он доволен. Так, отсюда я пришел, да, по-моему? Или отсюда? Хер знает. Вот отсюда я пришел. Значит, мне сюда... Так, тихо-тихо-тихо. Пытаюсь постоянно перезарядиться, но забываю, что здесь перезаряжаться, по-моему, вообще нельзя. Или бы какая-то другая клавиша. По крайней мере, для эмки перезарядка вообще не нужна. Это точно. Проверенная информация. Так, подкормил еще одного песика. По-моему, он не успокоился. Держите еще, кушайте на здоровье. Все. Так, теперь нам нужно либо сюда... Врядно, да, здесь тупик. Болен. Еще один пес! Еще двое! Двое! Блин, я своих сейчас перестреляю, по-моему, случайно. Не знаю, надеюсь, я... Агрессивных уничтожил. Хватит, успокойтесь. Я люблю животных. Не хочу убивать! Нет! Ему очень повезло. Так, а вот мне не повезло. По-моему, как-то... Не сильно высоко поднимается этот пресс. Ладно, я засейвился. Вроде как. Он поднимается и быстро отпускается. Потом медленно поднимается. Нет, на этот раз перчик пострадал, к сожалению. Что-то как-то он дерьмово работает, этот пресс. Честно говоря. Не уверен, что я смогу пробежать через него. Могу я вот здесь вот запрыгнуть? Эть! Нет, они здесь невидимую стену сделали. Здесь оставили щель, через которую я, естественно, не пролезу. На пресс у меня не получилось залезть. Так, вот сейчас он быстро работает. Попробуем залезть на него. Оп! Сука! Ладно, пробегаем, когда он медленно работает. Вот сейчас. Или нет? По-моему, да. Оп! Нормально, я успеваю, но песик, к сожалению, не спас. Так, ну, и вот наш дружище, который недоволен, твою мать! Баба, по-моему, в меня кинул как эльмолт. Здорово. Надо было все-таки на нее... Надо на нее машину свалить было все-таки. Несчастный случай не произошел. Так, ну сейчас он произойдет. Как свалить тачку? Давайте попробуем со снайперской винтовки шмальнуть. У меня она вообще осталась, да? Блин, ну баба уже сдвинулась, ладно. Давайте просто ее прикончим. В конце концов. И под конец еще свалить машину попробуем. Если я стреляю по цепи, то бесполезно. Видимо, надо именно как-то с краном взаимодействовать. Так, а где жаробас? Супер сын. Все. Берем дробовик. Хочется с МПшки пострелять. Ну или давайте МК возьмем. Собираем здесь все, что нам требуется. И можем возвращаться. Да и... Твою мать! Странные собаки! Все, кажется, они хоть немножко успокоились. Ну-ка, давайте попробуем как-то скинуть все-таки машину. Может забраться на кран нужно? Да нет, вряд ли. Здесь ничего активировать я не могу. Неужели нельзя скинуть машину? Не может такого быть. Она не просто так подвешена, и баба не просто так под ней стояла. А, нужно по тачке стрелять. Ну конечно. Когда тачка висит на цепи, мы в первую очередь стреляем по машине, для того, чтобы ее высвободить в свободное падение, а не по цепи. Ну ладно, погнали, короче. Так, засеемся на всякий случай. В общем, мало ли, что-нибудь зависнет. И теперь мы будем двигать уже в больницу. У нас не все в порядке с мочевым пузырем, по всей видимости. Или, может быть, не только с мочевым пузырем. А, нужно же еще сгонять на день рождения дяди Дэйва, конечно же. У нас подарок имеется. Но сначала мы заглянем все-таки в клинику. Погнали. Мы подходим к клинике. Так, я надеюсь, здесь нет на крышах террористов. Вроде как никого. На удивление даже. Так, здесь что-то интересное, возможно. Аптечка есть. Давайте возьмем. Так, а сколько у нас трубок? Пять трубок и один пончик. Не так уж и много, но я надеюсь, нам этого хватит. О, смотрите, напал. Это, конечно, здорово, но я его применять, наверное, очень в редких случаях буду. Так, ну что ж, мы возле клиники. Давайте же узнаем, что нам нужно сделать для того, чтобы вылечиться. Я надеюсь, с животными здесь можно. Песик, сюда. Здрасте. Привет. Привет. Вам вообще кто-нибудь может помочь? Конечно, мне нужен доктор. Зудит и... Меня все время рвет. Пожалуйста, снимите штаны, мне нужно вас осмотреть. Конечно. Ах, гонорея. Идите с этим рецептом в аптеку. Спасибо. И все так, все быстро. Гонорея. Это она. Так, эм... Я так понимаю... А, нет, мне все еще в клинике. То есть нам нужно какое-то аптечное отделение с лекарствами, да, насколько... Да, аптека туда. Так, ну что ж. Следуем стрелочкам, как всегда. И все будет замечательно. Так, это явно не похоже на аптеку. Давайте на всякий случай осмотримся здесь. Это, видимо, палаты. О, бензопила. Это интересно. Я надеюсь, для нее топлива не нужно никакого. Так, ну ладно, сейчас мы ей пользоваться не будем, пожалуй. На всякий случай сохранимся. Мне кажется, без нападения не обойдется, как всегда. Так, почему кровавые пятна везде? Да, песик, блин, ты можешь не орать? Так, это все палаты. Куча дверей. Просто бараки какие-то. И вот здесь вот находится на втором этаже, по всей видимости, аптека. Ладно, не буду уже заходить в каждое отделение. Мочиться сюда. Современная медицина. Я надеюсь, эта хрень не загорится, когда я на нее носу. Так, мочиться сюда. Осторожно, скользко. Как и в общественных туалетах. Так, ладно, давайте сейчас запрыгнем вот так вот. И, собственно, попробуй попасть. Ай! Не попал? Ладно, придется подойти поближе. Ты попал же! Что ж такое? Мне больно. Я не могу так бесконечно делать. Не попадаю, нихера. Хотя вроде... О, наконец-то. Так, все, сдали анализ, можно сказать. Теперь нам нужны лекарства. А вот и таблеточки. Все. В больницу мы сходили, осталось попасть на день рождения к дяде Дэйву. А где же заставочка? На этикетке написано «Быстрое извлечение от гонореи». Так, мне уже лучше. Ну-ка, давайте попробуем. Наконец-то. К облегчению. И моча нужного цвета. Обыкновенного зеленого цвета, как и у каждого нормального человека. Так, ну что ж. Неужели никакого нападения не будет? Видимо, можно покидать аптеку. Жалко, здесь брони нет. Хотя наверняка где-то есть. Ладно, давайте еще немножко пройдемся. Может быть, что-то интересное помимо бензопилы найдем. Или я в итоге назад пришел. Я в итоге пришел к выходу. Ну, не назад, но к выходу тоже. Ко второму выходу здесь еще одна миссистра. Да, это спуск уже на первый этаж. Ладно, погнали тогда. Отсюда спрыгнем. Засейвимся. И аккуратно будем двигаться уже в сторону дяди Дэйва. Ладно, давайте на чем-нибудь покатаемся, на чем мы еще не катались. Так. Правда, там техники уже не так много. Компактная осталась. Так, на Скорпионе мы уже гоняли. Можно... Можно бульдог какой-нибудь заспаунить с пулеметом на крыше. Либо додж. Давайте на додж немного погоняем. Посмотрите. Какой симпатяга в черном цвете. Выглядит отлично. Э, посмотрите, какой красавец. Так, только нам нужно определиться, в какую сторону ехать. Так, мы на станции. Нам не на кладбище на этот раз. Соответственно, на противоположную сторону. И потом нужно повернуть налево. Рядом с супермаркетом. А вот эта тачка. Кстати, не так быстро разгоняется, как я думаю. Так, и здесь все перекрыто автомобилями. Но я думаю, мы вот так вот аккуратненько сможем с вами объехать. Нормально. И мимо заправки, я так понимаю, через тоннель мы едем. Можно повернуть направо. А, нет, не надо нам направо. Нам именно по прямой. Так, ну и главное, чтобы мы здесь не провалились. На всякий случай я засейвлюсь. И аккуратненько. Назад. Заднюю. Хорошо. Так, теперь. Тихо, песик. Не кидайся под машину. Не надо. Не надо. Подумай. Так, теперь с этой стороны попробуем. Ну, все то же самое. Скорее всего, я все же провалюсь. Когда заспавнюсь. Хотя нет, смотрите. Держусь. Держусь на земле. Уверен. Так, ну что ж. Едем тогда дальше уже прямиком к дяде Дэвиду. Давай, ёптую мать. Постоянно. Что ж такое. Суицидальный песик был. Тут ничего не поделаешь. Он рано или поздно бросился. Не под мою машину, так под чужую бы. Так, а вот мы приехали к дяде Дэвиду. Здесь у него, я так вижу, какие-то проблемы возникли. Как он выглядит, хотя бы. Это и есть дядя Дэвид? Это Этифи. Пожалуйста, оставайтесь внутри. Не пытайтесь покинуть это здание. Не обращайте внимания на людей с фахами. Мы просим вас спалить себя чем-нибудь горючим и собраться в одном месте. Книга открыла мне, что я должен убить тебя. Как замечательная озвучка. Кто-то должен принять командование. Я не хочу умирать за это. Я хочу, чтобы эта проблема была устранена. Вперед. Я уже занимаюсь. Вперед. Вперед. Мы не фанатики. Получи порцию свинца и умри. Отличный выстрел. Прочесать периметр. Так, ну что ж. Отличная вещеринка у дяди Дэйвла. Он, как всегда, все сделал как надо. Так. На противоположную сторону. Давайте тачку, наверное, оставим здесь. Какие-то псы. Я надеюсь, они дружелюбные. Я точно туда иду? Да. Все нормально. Нет, не похоже на дружелюбных собачек. Тихо, 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 тихо. Ладно, воспользуемся бензопилой. Как же громко. Надеюсь, никто из вас не оглох. Но эффективно при этом. Эффективнее, пожалуй, чем касажа. Здрасте. Полицаи. Я спрятался. У меня нет оружия. Не надо стрелять. Эх! Это свяжет тебя. Так, монсуем. Ну, мне в любом случае всех перестрелять, конечно, придется. Но вот этих, может быть, мне удастся даже сбежать. Не продолжает мне стрелять в спину. Так, здесь уже военная техника. У дяди Дэйва вечеринка. Не нужно поискать лекарства. Да, отличная вечеринка. Я сразу сделал ему комплимент. Отлично, позицию занял. Ой-ой-ой, не надо с этого дерьма стрелять. У меня нет никакого оружия. Так, пробираемся здесь. Давайте обойдем, наверное. Через парадный вход, наверное, лучше не заходить. Так, ну по стелсу пробираемся. На всякий случай сохранимся. Никто не заметил нашего проникновения. Так что мы можем продолжать движение. Но все-таки, пожалуй, мы уже вооружимся. Хотя бы эмочку возьмем. Единственная проблема, что у нас... Это что такое? А, это снова голова. Единственная проблема, что у нас брони нет. Это не очень здорово. А здесь слишком много вооруженных людей. Здрасте, здрасте, здрасте. Я военный. Военный. Все нормально. Конечно, стоять. Бояться. Ах ты, сука. Все-таки в спину мне выстрелило. Там еще наверху, смотрите, кто-то на вышке. Возможно, снайпер. Так, на крышу запрыгнуть, я так понимаю, у нас не получится. Ладно, придется. Придется нам воспользоваться оружием. Иначе... Меня прикончат. И очень быстро. Так, здесь у нас бассейн. Наверху человек, я так понимаю, тоже с каким-нибудь напаломным. Или с гранатометом. Так, давайте запрыгнем сюда. Может быть, здесь что-нибудь удастся найти. Ну, ёп твою мать, они опять шмалять начинают. Ну, да. Как я и думал. Как же она спамит этим дерьмом. Не знаю, куда летят пули, но мне кажется... Не очень эффективное оружие. Давайте, пожалуй, найдем снайперскую винтовку. Всего лишь один патрон у нас, что ли, был? Я даже не заметил. Так, ну, в принципе, можно тоже напалмом, наверное, пользоваться. Но, блин. Меткий выстрел, что я могу здесь сказать. Так, ладно. Короче, без агрессии никак не получится. Берем снайперскую винтовку. Избавляемся от того человека, который на вышке находится. И далее, не знаю, будем тоже напалмом. Напалм против напалма. Так, где эта вышка-то была? Где-то здесь. Или подождите, или я назад пошел. Нет, все нормально. Повыше надо брать. Ну вот, вот этого я и боялся. Этого я и боялся. Поэтому я и не пользуюсь гребаным напалмом. Нет, не бегите ко мне. Отвалите. Я и так уже подгорел немножко. Отстаньте! Блин, они еще и живые. Так, ладно, придется воспользоваться. Белочь. Так, говно, короче, напалм. Не хочу его использовать. Постреляю с МПшки. Пока патроны есть. Хоть и не так много. Удивительно, что МПшка такая мощная. В этой игре. Напалм. Нет, не хотел. Я стрелять не хотел, но это первое оружие, на которое я переключился автоматически. Так, ну, я не знаю. Давайте возьмем пистолет обыкновенный. Возьмем дигл. Он вроде достаточно точно шмаляет. Так, ну, это сгорело. Так, здесь мы забраться можем, кстати, на крышу, но не уверен, что мне нужно на крышу. 500 патронов, кстати, у нас для пистолета. Так, здесь я ничего не нашел, да? Или я не до конца? Сюда можно залезть. Мне кажется, это верный проход. Так, нормально. Там что-то есть? Нет, оказалось. Так, ладно, ну здесь можно и дробовик взять уже. Я думаю, правда, ХП не очень много. Можно сгонять за аптечками и вернуться. Но я, наверное, не буду. Вот здесь еще одна аптечка. Здрасте, мадам, вы не агрессивны? Может быть, я зря в этих людей стрелял? Так, что у нас здесь? Еще аптечки. Классные обои, кстати, смотрите, какие замечательные. Здорово. Да, по-моему, они не агрессивные. Может быть, действительно не стоило в этих двоих стрелять. Но они угрожали мне оружием, вы сами видели. Так что это все в рамках самообороны. В любом случае, так или иначе. Здесь они неплохо копались, на самом деле. Так, ну, я так понимаю, у меня наверх, да? Где-то наверху у нас дядя Дэйв. Мне нужно отдать ему подарочек. Дядя Дэйв? Он где-то здесь был. Дядя Дэйв? Ты где? Дядя Дэйв? Повторяет одну и ту же фразу. Ты не знаешь, где дядя Дэйв? Классно целишься, кстати. Есть у тебя замечательный снайпер. Ладно, давайте спустимся. Может, он упал, кстати, хер его знает. Так, в этих укреплениях, где мы еще не были. Отсюда я пришел. Кстати, можно насладиться танком. Можем свой танк заспаунить, к слову. Ребят, вы не знаете, где дядя Дэйв? Так, ну, мне кажется, я, наверное, пути. Может быть, наоборот, нам нужно вниз спускаться. Дядя Дэйв? Это не ты? Нет, не похоже. Ё-моё, блин. Я же подпрыгнул. О, а вот и броня. Так, и здесь мы засейвимся. Мне показалось, он горит. Но, как ни в чем не бывало, себя ведет. Так, ну, это у нас спортплощадка. Дэйва здесь нет. Не знаю, чем эти ребята здесь занимались. Обойти нам тут тоже никак нельзя. Блин, ну, я даже не знаю. Подниматься сюда. О, дядь Дэйв! Наконец-то я тебя нашел. Отлично проводишь время, я смотрю. Здорово. Держи подарок. О, слишком легко. Пришло время идти домой. Классно, я наставил на него ствол. Даже ничего мне не сказал, даже спасибо не сказал. Ну, что за человек. Я уважал дядю Дэйва. Так, ну сейчас будет штурм, да, насколько я понимаю. Может быть, стоит танк попробовать заспавнить? Кстати. Давайте попробуем действительно танк заспавнить. Мне кажется, это будет интересно. Но наверняка меня быстро взорвут. Я просто не помню. Здорово, да. Дядь Дэйв, еще раз. Я просто не помню, нам нужно уничтожать этот танк. И можно ли его уничтожить вообще. Ах, да за что? Зажимайте-то меня. Так, а у вас тут аптечка еще не осталась? О, началось. Только не поднимайтесь сюда. Они там все загорелись. Я за лампу. Смотрите, огонь даже сюда распространяется. Так. Нормально, вы там потухли? Ну, почти. Хорошо, что они не поднимаются по лестнице. Смотрите, сколько оружия. Сколько патронов. Но у нас и так достаточно. Дядя Дэйв, нет! Он всегда был не очень умен. Он живой остался. Но всегда был везунчиком. Если он сейчас, конечно, повторно не сгорится. Вроде как не сгорится уже, мне кажется. Так, ну что ж, мы собираем патрончики. Здрасте. Так что не дохнешь-то. Что ж, на этом мы, наверное, остановимся уже. В следующей серии заспауним, попробуем танк. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.